Наш эфир продолжает программу Иоанна Вайнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Иоанн! Добрый день! Ну, по-прежнему мы, так сказать, дискутируем, мы общаемся с нашими радиослушателями. Разные мысли тревожные, обнадеживающие, пессимистичные, но все-таки значительная часть как бы не опускает руки, несмотря на все сложности и проблемы, с которыми сталкивается компания Трампа. Да, действительно, сложности огромное количество. И иногда поражаешься тому, какой широкий, я бы даже не сказал заговор, а какой широкий охват у тех людей, которые устраивают этот заговор. То есть они могут практически любой фирме в любой точке Соединенных Штатов Америки начать диктовать что-то. Потому что вот сейчас, насколько я знаю, к минимуму одна, а по слухам уже две юридические фирмы, которых компания Трампа наняла давным-давно, они отказываются работать с ними. И единственная причина, почему они отказываются, это что на них кто-то оказал такое серьезное влияние, что они вынуждены отказаться от заработка, чего юристы никогда на моей памяти просто не делали. Первое, когда приходишь на первый курс юридического в Америке, то тебя не учат там законом, а тебя учат тому, как общаться с клиентом и как организовывать его биллинг, то есть выставление счетов клиента. Это самый первый курс на юридическом. Так что не зря юристы по-всякому их называют, но хорошими словами практически никогда не называют. Хотя, с другой стороны, мы все знаем, что... Я имею в виду юристов, которые занимаются на самом деле, ну скажем, околополитической деятельностью, назовем это так, да? Или которые бегают или ищут, где бы кого ухватить, найти какой-нибудь инвалид, который не смог зайти в дом какой-то, а поэтому или в магазины, поэтому там можно судить. Ну, в общем, так сказать, шакалы. А, естественно, нельзя говорить обо всех юристах и тому подобное. Конечно. Так вот, юридические фирмы просто отказываются работать с избирателей компании Трампа, что ставит под удар все то, что Трамп как бы подготовил, его команда подготовила в тех штатах, в которых предполагалось, что будут всякие обманы и прочее. Вы знаете, вот когда мне говорят, что, скажем, обманов в истории выборов в Соединенных Штатах Америки там очень мало и тому подобное, там настолько мало, что это не имеет значения, я искренне верю в это. Но дело в том, что если бы не происходило трехмесячный blackout, полное закрытие всех средств массовой информации для информации, которая могла хоть как-то помочь нам с вами выбрать того президента, которого мы собирались выбирать, и которая могла помешать заговорщикам выбрать того президента, которого они хотели выбрать, если бы этого не происходило, я, может быть, тоже сказал бы, что, ну, вы знаете, действительно, там в истории США, ну, там были подтасовки, сям были постановки, ну, известная история там с Кеннеди и с этим самым, с Никсоном, когда Кеннеди выиграл исключительно, потому что в двух штатах мафия, которая на него, так сказать, работала, я не имею в виду, что на него работала, я имею в виду, что она хотела, чтобы он выиграл, он свой был для них, они подменили бюллетени в Нью-Джерси, в Нью-Йорке, поэтому, так сказать, он стал президентом, ну, так сказать, допустим, бывали еще какие-то там, Пенсильвания известна этим, Филадельфия особенно, Чикаго этим известно, там, подмены бюллетеней, подтасовка и т.д. Но, мол, так сказать, вот в таком сиренском масштабе этого не может быть, потому что этого не может быть. И вот после того, как мы увидели, что, оказывается, можно взять и хуже, чем в Советском Союзе, вырубить нас, вообще вырубить нас от любой информации, которая была более-менее объективна, либо информацию, которая позволила бы нам сравнивать, что мы хотим, выбирать, да, ее полностью вырубали, до сих пор нам ее не дают, до сих пор вранье льется. А может, это чистая правда, господа, но мы не знаем. Когда мне втюхивают что-то, когда мне не дают услышать другую сторону, когда мне не дают свое собственное мнение, скажем, выработать, я считаю, что мне лгут. Потому что, ну, другого быть не может, значит, зачем все это делать, да? Так вот, после всего этого я абсолютно уверен в том, что огромный заговор существует, и что это очень сильные люди, организации, группы и тому подобное, которые могут заставить юридическую компанию не работать с президентом Соединенных Штатов Америки. Ни больше, ни меньше как. Ну вот, а теперь к действительности, которая у нас, значит, сейчас происходит. У нас до сих пор нет президента, у нас нет того, что в Америке называется президент-элект. Потому что пока что ни у кого, ни у Трампа, ни у Байдена нет достаточного количества утвержденных голосов, про которые можно сказать, что вот у него есть 100% 270 голосов, поэтому, или 70+, да? И поэтому вот теперь Байден президент-элект, или там Трамп остался нашим президентом на второй срок. Значит, 14 декабря, то есть совсем, так сказать, скоро, должны собраться так называемые выборщики. Если помните, то от каждого штата у нас есть определенная, в зависимости от количества населения этого штата, количество выборщиков. В Калифорнии сейчас было, по-моему, 53, стало 55, если не ошибаюсь. А там, скажем, у Делавера 8, там у кого-то 14, у Пенселивании 20. В зависимости, еще раз, от переписи населения которой. И они должны собраться, их, ох, не могу сейчас собрать, сколько, значит, но 270, это вот ровно, что называется, 269 умножить на 2 и плюс 1 голос, да? 269 умножить на 2 и плюс 1 голос, это то количество, которое, значит, должно быть. Значит, это 500, сколько там? 270 плюс 270, это вот 540. Значит, 539, значит, у нас должно быть, значит, выборщиков, если так посчитать по этому. То есть, тот, кто получает, значит, 270 голосов, тот и становится будущим президентом. Но на сегодняшний день, что бы ни писала пресса, ни у одного из, значит, двух человек нет сертифицированного количества голосов, и 14 декабря эти все вот выборщики должны собраться и проголосовать, и сказать, что, так сказать, вот этот вот человек, он, значит, тот, кто набирает 270, он, значит, и есть нынешний президент. Но пока что огромное количество штатов, которые, собственно, и решат, и добавят, так сказать, от того количества, которое сейчас есть у моих кандидатов, добавят до необходимого 270, большое количество штатов, они не могут своим выборщикам сказать, за кого голосовать. Потому что там еще не решено, а там суды, пересчеты, где-то пересчеты из-за того, что меньше одного процента разница, где-то пересчеты из-за того, что там порядка 500 всяких нарушений выявлено, как бы, так сказать, я имею в виду, что люди какие-то, живущие в этих пяти или шести штатах, пошли в нотариальные конторы, написали заявления, нотариально их оформили и переслали их в компанию Трампа, с тем, чтобы те пользовались. И есть уже там, по крайней мере, на позавчера было там 520, если не ошибаюсь, вот таких нотариально замеренных заявлений о том, что вот я лично наблюдал, мне лично сказали, я лично сделал, я видел там и тому подобное. Что-то такое, что происходило, что не должно было происходить во время выбора. Но дело в том, что, значит, и очевидно, если избирательная комиссия не сможет это дело утвердить таким образом, чтобы утвердить во всех тех штатах, в которых было бы, чтобы собрали 270 голосов, то будет обращение в суд. Я думаю, что 100% будет, уже там происходят они. И в этом суде должны решить, принимать дело или не принимать дело. Если принять, то каким образом его решить. И если они дело примут, тогда, так сказать, любое их решение будет оспорено, потому что оно не понравится одной из сторон. Это пойдет наверх в апелляционный суд штата. А после этого это пойдет наверх в Верховный суд. Но дело в том, что существует еще одна возможность, которая звучит следующим образом. Скажем, в штате каком-то разница, например, в пользу Байдена в 30 тысяч голосов. А люди Трампа нашли доказательства того, что 3 тысячи из них подложены. И они идут в суд. Суд говорит, ну хорошо, мы выкидываем эти 3 тысячи, 27 тысячи. Все равно, так сказать, Байден является победителем. Поэтому, так сказать, мы даже не будем рассматривать это дело. То есть, сейчас очень самый важный момент в работе избирательной компании и защитной компании Трампа заключается в том, чтобы набрать достаточно свидетельств о том, что нарушений и неправильно подданных голосов, обманных, подделанных и тому подобное соразмеримо с тем отрывом, который есть у Байдена, скажем, в этих штатах по сравнению с Трампом. Если это количество будет соразмеримо, тогда суд примет это. Тогда это пойдет по той дорожке к Верховному саду, я уже сказал. Несколько дел, которые наверху, если пока не набрано 270, объединятся, дойдя до Верховного суда в одно федеральное дело, federal case, и оно будет, так сказать, представлено к Верховному суду. А если Верховный суд до, по-моему, 14 декабря, до 14 января не может этого решить, то тогда это автоматически переходит в ассамблею штатов, то есть переходит в конгресс, в котором, так сказать, голосуют не там сенаторы и не все представители, так сказать, народа, а от каждого штата голосует один представитель, то есть итого будет 50 голосов, и тот, кто наберет 26 голосов, тот и получит президентство. А так как у республиканцев уже есть 30 голосов вот в таком варианте, и, может быть, будет 32, потому что еще там до выборов всякие идут, то, естественно, демократы будут всеми силами пытаться не допустить до того, чтобы это пошло вот наверх-наверх-наверх к Верховному суду, а потом затягивалось, а потом переходило в эту, так сказать, как бы сказала, ассамблею, да, так сказать, некую из 50 голосов, хотя все равно называется Конгресс. А, значит, еще раз, самая большая задача людей Трампа сейчас, это набрать достаточно доказательств, которые могут при представлении в суд как бы убедить судью, что у них достаточно материалов, чтобы количество оспариваемых голосов может перевесить количество голосов, значит, которые приписаны или там что-то еще в пользу Байтова. Вот она приблизительно ситуация вот такая сейчас, и то, что несколько фирм, одна, я думаю, как я сказал, две уже, юридически отказались, это огромный удар по компании Трампа. Точно так же, как огромный удар был по компании Трампа, когда в день выборов довольно открыто Fox News, по крайней мере, их дивизия, которая занимается новостями, перешла на сторону противника. Давайте примем звонок, но прежде чем мы примем звонок, одну минутку. А буквально несколько минут назад сообщили о том, что Трамп выиграл Северную Каролину с преимуществом 73 667 голосов. А как это может быть? Там же был минус у него, нет? Ну вот, посчитали, и уже все. CNBC сообщили, и политика сообщает, то есть как бы это бесспорно. Ага. А сколько там 15 голосов, я не помню, у Северной Каролины? Я тоже не помню, сколько там голосов, наверное. Да, скорее всего, 15. Давайте... В районе приблизительно туда-сюда, да. Сейчас уточним. Пожалуйста, вы учили. Побольше, чем Пенсильвания, побольше, чем Долавер, да. Слушаем вас. У меня такой вопрос. Вот в Пенсильвании фирма адвокатов отказалась защищать интересы Трампа. А что, какая-то другая адвокатская компания не может на себя взять эти функции? Это был вопрос, да? Ну, конечно, может. И, конечно, так сказать, найдут. Но представляете, что люди, на самом деле, наняли их же не вчера. Эти же договоренности идут с 3 месяца тому назад. Все документы были подготовлены и тому подобное. Люди были в курсе, подготовлены, знали, что делать. А сейчас совершенно какие-то другие, новые люди, абсолютно не знающие, чего-то подготовлено, что делать, срочно передавать. А дедлайн есть уже 14 октября. И это очень серьезный удар. И он сделан в такой очень болезненный момент, когда очень мало времени осталось для того, чтобы передать дела в другую фирму. А отложить нельзя, Конституция не говорит, а что будет, если тебя не будут защищать юристы, а Конституция не отвечает по этому поводу. Плевало на этой Конституции. Спасибо. Спасибо, звонок. 847-400-5200. Что касается Северной Каролини, там 2 сенатора и 13 конгрессменов, соответственно, 15 выборщиков. 15. 15, вы были абсолютно правы. Где-то у меня в мозгу сидела эта цифра, 15, так что... Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Леон, если вы знаете, ну вы знаете, что Трамп устроил, ну его помощники, горячую линию. И вот я сколько не пыталась туда позвонить, а почему-то ответ, месседж идет. У нас большое количество звонков, перезвоните позже. Никакой, ну никакой как бы идентификации, что это вот горячая линия или что. И невозможно прорваться, может быть, это специально враги, как говорится, замыкают это все. Еще один вопрос, вот вы когда приглашали доктора Зеленка, шла речь о том, что где-то будет этот линк к его рецептам и прописи лечения. Если бы вы могли подсказать, где его можно найти, спасибо большое. Да это очень просто, доктор Зеленка, поисковик в любой, и вам выйдет целая масса линков на его сайт, на его ютуб-канал. И кроме этого на лечение, и кроме этого мы под видео поставили там, посмотрите, найдете. Но лучше всего действительно доктор Зеленка, метод и по-английски, и по-русски, на любом языке. Отвечая на первый вопрос, что звонят на горячую линию, а там... А, да-да-да, вы знаете, уже есть сообщение, что огромное количество левой молодежи занимается тем, что специально звонит на эту горячую линию для того, чтобы, так сказать, никто не мог туда прозвониться. Что касается юридических компаний, я думаю, на них действительно оказывается давление, причем для них самое главное все-таки деньги. Одна возможность заработать денег вот на одном кейсе, а наверняка у них есть какие-то клиенты, которые постоянные, они их постоянно дуют сосуд, потому что есть компании, у которых целый штат юристов, есть компании, которые нанимают, так сказать, извне юридические фирмы. Я думаю, что вполне могли надавить, в том смысле, что потеряете аккаунты такие большие, и тогда будете сидеть. Ну, конечно, естественно, есть много способов давления, тем более, что, как мы выяснили, наши противники, они очень агрессивны и готовы на любые полузаконные, незаконные, очень незаконные действия для того, чтобы добиться... Например, они все чувствуют себя абсолютно безнаказанными, а не знаю там почему, ну, очевидно, имеют основания, может быть, все прокуроры у них взяты давно в эту самую. То есть мы имеем дело с серьезной попыткой, скажем, перевернуть жизнь Соединенных Штатов Америки, сделать из нее другую страну. Я не очень понимаю, какую. Я очень боюсь, что это страна, при которой она, как в Индии, делится на две части. Есть набобы, которые живут там где-то сзади каких-то там стен, в которых есть кремлевская больница и аптека со всеми лекарствами, и бесплатная практически, так сказать, еда в столовых, как это было там в ЦК партии, не знаю, и тому подобное. Магазины березки и т.д. А все остальные мы живем другой, так сказать, такой уравненной жизнью, где профессор завкафеля получает столько же, сколько фрезеровщик первого разряда, или там шестого, я не помню, там какой разряд выше. Разница между там очень хорошо живущим человеком, да, и заключается в том, что один получает 250 рублей, да, у меня, по-моему, папа получал 250 рублей, будучи там его директора института, скажем, своего, да. А я поступил работать грузчиком, получал 100 рублей, а потом стал получать 120, то есть половина его зарплаты. А, значит, при этом, что называется, все бесплатно, вот ходишь там, те обучения бесплатные, какое, не важно, медицина бесплатная, какая, не важно, там лекарства будут, так сказать, те, не которыми лечат там за этими стенами и тому подобное. Вот я очень боюсь, что они там строят этот мир, потому что они просто хотят добиться некой постоянности, стабильности, отсутствия потрясений, возможно, так сказать, некого снижения рождаемости. Китайцы когда-то просто, так сказать, зашивали, что называется, трубы, да, а сейчас есть значительно больше способов это делать, и, так сказать, даже без того, чтобы ты знал об этом. Какие-то еще вещи, то есть, на самом деле, у них очень благородная цель, это вытащить человечество из вот нищеты. Ты, к сожалению, нельзя усреднить всех по верху, когда ты усредняешь, когда ты делаешь одинаковую жизнь, то она всегда идет по черте очень близкой к низу, то есть она, скажем, отрубает такую дикую нищету, да, но она и не приносит ни радости, ни свершения, ни большой компенсации за то, что ты делаешь. Но зато у тебя отнимают все права, то есть, может, у тебя права те как бы оставят, но все равно ничего не будут иметь значения, потому что они, мы все проголосовали, а потом они нажатием кнопки делают тот процент, который они хотят, чтобы делался, ну, там, как Путин, да, там, так сказать, в России. А хотя, может быть, даже и лучше, и чище, чем Путину, Путину хотя бы там были демонстрации, а здесь каких-то демонстраций не будет. Значит, будет такая огромная тюрьма или там лагерь трудовой, в котором за нами будут наблюдать, мы будем иногда знать, то есть мы знаешь, что наблюдаем, поэтому мы будем бояться. Самоцензура называется, мы будем все время заниматься самоцензурой, и для того, чтобы выжить, мы приспособились, все, как мы приспособились жить в Советском Союзе. С одной разницей, что мечты под названием там Америка, наверное, так сказать, уже такой мечты не будет, потому что я просто не знаю, где, на Луне, что ли, организовывается. Поэтому вот эти силы, которые, они, они не 4 года готовились, господа, они 30 лет готовились. Смотрите, были репетиции приведены во многих странах европейских, вот там, где, когда свергалась власть, так сказать, и приходили всякие бархатные, цветочные и прочие эволюции. К чему они приводили? Пока ни к чему хорошему они нигде не привели. А мусульманские, весна, так сказать, да, когда сбрасывались диктаторы и насаждалась единая идеология. Кстати, мусульманская идеология очень хорошо идет вместе с социалистической, так как, там есть точки такие, так сказать, как бы очень серьезно отправные точки. Атеизм, он по большому счету тоже религия, потому что это как человек, который не верит в Бога. А я не верю в Бога. А ты веришь? А я верю. А у тебя есть доказательства? Нету. А у тебя есть доказательства? Нету. Ага, ну хорошо, все, сошлись, поговорили, разошлись. Ты же такая же вера, только вера называется «я не верю в Бога». А человек, который не знает, что там есть, и говорит об этом, он называется по-другому. Агностик, он нормальный человек, который говорит, ребята, я не знаю, ну вот, так сказать, в моей жизни никогда не встречалось. Может есть, может нет, я не знаю, не могу спорить. Пока ни доказательства одного, ни доказательства другого нет. Так вот, атеистов, агностика очень сложно перетащить в религию. Их именно надо доказать. Атеистов очень легко. Например, знаете, какой-то, так сказать, толчок. Они и так уже верят в Маркса, в Че Гевару, не знаю там, в кого еще, в Венесуэлу, там, как его зовут, Мадуро, да. По Кастро им очень нравился. Вот надо подсовываться и к другой человек. И начинают, так сказать, верить в него, как в посланника Божия. Вот так и называют по-другому. И очень легко сращиваются с мусульманами. Так, легко. Поэтому, вот, так сказать, а еще, так сказать, как выяснилось черное население. Им очень легко уговорить, что вот эти вот, которые белые и христиане, они очень плохо к вам относились. А вот эти, которые смуглые мусульмане, они хорошо к вам относились. Вот, смотрите, на Фарагана, он считает, что все зло от евреев. Вот истребим всех евреев, и всем будет хорошо жить, и все мы будем социалистами и мусульманами. Такой, так сказать, мир нам пытаются организовать, который к нам будет иметь отношение. А те, кто живут вот внутри этого самого рая земного, они могут жить по каким-то другим законам, иногда посматривая через экраны телевизоров на нас, и говоря, о, смотри, как бытло там живет, да, плембс там и тому подобное. Так что я думаю, что это то, о чем мечтали, мечтают, так сказать, называйте их не большевики, а прогрессивисты. Они сейчас сами так назвали. Большевики тоже никогда не были большевиками, а прогрессивисты никогда не были прогрессивными. Они всегда хотели обратно в коммунизм, чтобы, значит, вот это, все работали, пахали из-за страха. А им бы доставались, значит, плоды этой работы, они бы отнимали, сколько они хотят, когда они хотят, и, так сказать, совершенно наплевав на то, что хотим мы все остальные. Вот, и с этим мы сейчас боремся, и это уже идет много-много лет по миру. И боюсь, что мы все были неподготовлены к этому. Хотя, так сказать, и началось все это со школ, с вузов, с колледжей, с университетов, в которых наших детей промывали мозги, промывали мозги, промывали мозги, промывали мозги. И сейчас они абсолютно уверены, что черное – это белое, а белое – это черное. И когда ты пытаешься, тыкать логические факты имеем куда-то, они начинают нервничать, там, девочки плакать, мальчики злится. Или, наоборот, мальчики плакают, девочки злится. По-разному все бывает, да. Но воспринимать это не могут, потому что у них уже изъяли все, что называется критическое мышление и засунули туда догматическое мышление, а именно повторение, зазубрение того, что хорошо. А все, кто говорят наоборот, они либо дураки, либо идиоты, либо продались за какие-то деньги каким-то там плохим людям. Ну да, плохие люди, нехорошие. Вы послушаете, что люди нехорошие. Вот кто так думает, они хорошие, а кто вот так думает, они очень нехорошие. А так как дети наши не хотят быть нехорошими, то, естественно, у них, так сказать, к нам, у них выработали, тем, кто приехал из Советского Союза, такое жалостливое немножко отношение. Ну, что делать, им там промыли мозги в Советском Союзе, вот они и не видят ничего. Им нужен правитель, им нужен Сталин, им нужен Гитлер, нам нужен Гитлер, нам нужен Сталин, да. То есть, опять, черное – это белое, белое – это черное, а, так сказать, зеленое – это вообще его не существует. Поэтому, господа, молиться и очень, так сказать, за Трампа, потому что он оказался выразителем наших чаяний, тем человеком, единственным человеком, который на сегодня может это приостановить. А, кроме того, надо начать заниматься нашими внуками. Я буквально вот с начала года, с 10, 15, не знаю, 20 января начинаю организовывать такой интернет, как бы назовем это, школой, где я буду, привлекаю специалистов, которые будут учить нас с вами, как учить детей мыслить не так, как их заставляют догматически, а мыслить, мыслить критически и мыслить творчески. И я думаю, что это, по большому счету, самое главное, что мы должны делать за ближайшие 4 года, потому что через 4 года у нас будет единственная попытка возможности откатать назад то, что они все еще не смогут проделать. Если там Сенат будет пока республиканским, они не все могут проделать. И у нас будет единственная попытка вылезти из этого, поэтому 4 года должны быть посвящены воспитанию наших детей, наших внуков, наших окружающих, нас самих, о том, как критически подходить к действительности и как творчески относиться к решению задач, стоящих перед нами. Точка. Спасибо огромное. То, о чем вы говорите, действительно очень важно, если не самое важное. Ну, а сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся и продолжим. И обязательно примем все звонки. Ну, а мы возвращаемся в программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Леон. Я бы хотела, ну, немножко уточнить. Я думаю, что мы совершаем все очень большую ошибку, говоря, что мы воюем за победу Трампа. Мы не воюем за победу Трампа. Мы воюем за победу, за то, чтобы не разрушена была эта прекрасная страна, и чтобы наши дети и внуки не жили в социализме. А Трампа помогает нам это делать. Поэтому мы должны ему быть благодарны в пятой степени. Понятно. Спасибо большое. Я абсолютно с этим согласен. Спасибо за звонок. Подпишусь под каждым словом, которое эта женщина сказала. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Леон. Я хотел задать вам вопрос. Пару дней назад я читал, вернее, смотрел на YouTube. Один профессор американский, молодой парень выступал. И он рассказывал насчет того, что, помните, когда Клинтон сказала Байдену, ни в коем случае не признавайся в свое поражение. Он говорит, я начал копать. К чему это? И говорит, что самое главное, раскопал, что когда будет, если до конца дойдет, Трамп не будет признавать, то палата представителей, там будет голосование идти. И он сказал, что самое главное, что будет по одному человеку от каждого штата. И он сказал, что, предположим, у республиканцев 30 штатов, у демократов 20. По-любому Трамп победит. Можете, пожалуйста, прокомментировать это сообщение? Ну, у меня такое впечатление, что мы минут 10 в первой части об этом разговаривали. Нет, Сережа, я что-то перепутал? Ну, можно еще раз повторить, что когда пройдут все юридические процедуры, если не утвердят состав, выборщики не проголосуют, не изберут. А если Верховный суд не примет никакого решения, то последней инстанцией остается Конгресс, где голосуют конгрессмены, но представляют по одному человеку каждую делегацию. И на сегодняшний день, по-моему, 24 на 26, если не ошибаюсь, у республиканцев. Ну, уже где-то написали, что 30 у республиканцев, не знаю, откуда эту цифру взяли было, 26 было до этих выборов. А, то есть с этими выборами. Окей, ну я просто подумал, что если... В любом случае, у республиканцев 26 плюс, то есть республиканцы в этом смысле выигрывают. Если эта процедура будет, вступит в действие, то тогда есть шанс. Так что, я не знаю, как будут разворачиваться события. Да, да. Дело в том, что та сторона тоже продумывала, и задолго у них было много времени шахматные ходы отрабатывать. Видите, так сказать, много нам сюрпризов выкинули. Сначала, так сказать, что полное молчание, вообще полное молчание по поводу каких бы то ни было преступлений Байдена и его семьи. Потом переход Fox News в колонку, что называется, недоброжелателей. Теперь вот сейчас, так сказать, юридические фирмы отказываются. Мы не знаем, что еще в руками у этих людей. Но, если оно все пойдет по Конституции, и самое главное, чтобы сейчас люди Трампа нашли достаточное количество голосов, которые они будут оспаривать. Ну, не просто говорить, что оспаривать, а иметь какие-то основания оспаривать. Количество достаточное для того, чтобы перевернуть итоги выборов. Тогда, если это произойдет, мы пойдем вот по той самой дороге, которую Серьезович очертил, и которая может нас привести с вероятностью где-то 45% до голосования по одному представителю от каждой делегации в Конгрессе. — Добрый день, пожалуйста, в эфире. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте, Леон. Я хочу вас отблагодарить за такую идею, за спасение наших детей и наших внуков. Прекрасная идея воспитать их. Большое вам спасибо. Желаю вам успеха. А что касается нашего дорогого, уважаемого Сережи, хочу вам сказать, Сережа, поздравляю вас с 11-летием. Извините, что немножко поздно, но, кстати. — Спасибо. Спасибо большое. — Вы знаете, насчет вот этой идеи школы, курса лекций, обучения, самое главное будет вот в чем. Мы ваших детей не сможем воспитывать. Мы сможем вас научить, что делать. Причем какие-то безумно простые вещи, которые вы обязаны просто будете делать, потому что школы этого делать не будут, потому что иногда занятые родители тоже не делают. Это при том, что бабушки и дедушки не всегда, может быть, видят своих внуков очень часто, но когда они видят их, можно всегда пользоваться той технологией, которую мы будем давать. И это будет очень помогать вашим внукам, детям, кому угодно. — Спасибо большое. — Для того, чтобы начать вырабатывать здоровый скептицизм по отношению к тому, что им говорят, особенно когда втюхивают. И умение придумывать выходные из положений. Знаете, это тоже вот как можно развивать мускулы, можно развивать вот это критическое и креативное мышление. И есть уже такие упражнения, и есть, но это ваша будет работа. А наша будет работа научить вас, дать вам конкретные примеры, конкретно показать, что делать, как делать, как делать, когда она сопротивляется и тому подобное. Начнем мы, наверное, с возраста где-то там от пяти до десяти, а потом будем расширяться и на другие возраста. — Алло. — Да-да. — Что касается Сережи. Сережа, я вас поздравляю с 17-летием, но я не только поздравляю, разрешите, я вам выскажу пожелание. — Ну, пожалуйста. — Алло. — Да-да. — Я вам желаю, чтобы Всевышний вас благословил и долголетие вам подарил, чтобы ваше здоровье было крепкое, как струна скрипки, что вы могли вдохновлять людей и дальше, как вы делаете сейчас, что вы дожили до своих правнуков и с ними на свадьбе танцевали. Будьте здоровы, это мое пожелание. — Спасибо. Спасибо большое. Будьте вы нам здоровы. Спасибо. А добрый день. — У правнуков на свадьбе танцевать уже не хочу. — Добрый день. — Добрый день. — Владимир здесь. — Слушайте, я вот давеча наскачал на ютубе, есть такой наш человек, он себя Саня во Флориде. — Значит, и он сделал очень интересную работу, он подобрал списки, официальные списки, проголосовавших старших возрастов. Ну, такие не очень старые, там, 900-го года рождения, 895-го, 905-го, и там же официальные записи, что они вот родились, вот они умерли, 2004-й, 993-й, а вот сегодняшняя запись о том, как они проголосовали. И он, наоборот, больше десятки тысяч в одном таком Пенсильвании, во Флории, в Виладель, там же он голосовал сам. — Да, спасибо. — Вы это видели, это видео? Посмотрите, это просто душу, это просто наглость супер. И ничего, и никому ничего. — Вы знаете, это иногда бывает не совсем правда. — Значит, представить себе, что вот команда Трампа, тем более, что они говорят все время об этом, что голосовали люди, которые давно умерли, а даже карикатура такая появилась, стоит Байден на кладбище и говорит «Спасибо за ваши голоса». — Значит, причем это карикатура в англоязычной прессе, а не в русскоязычной. — Поэтому, значит, представить себе, что вот люди Трампа об этом не знают, его команда, невозможно. — Значит, они знают. — Теперь, если бы это было 100% действительно вот так, в действительности, да, не просто кто-то вам показывает и рассказывает, а действительно в действительности это было бы, и доказать это можно было бы, это было бы уже в суде. Мы не знаем, может, это уже в суде, но, по крайней мере, вот всему верить тому, что нам показывают в плюс и в минус нашим, так сказать, желаниям, я не стал бы, особенно, когда нам что-то очень хочется и очень нравится, нас так легко обмануть, а потом посмеяться над нами, вот, что я вот каждый раз, когда приходит какая-то информация, которая как бы подтверждает мои мысли, я ее перепроверяю в 10 раз больше, чем та информация, которая мне не нравится. — Это правильно. Ну, действительно, сейчас мы, ой, при современных технологиях тебе и видео покажут, и аудио с голосом, и все, что хотите, и поэтому, но с другой стороны, как бы интернет, ну, в основном-то пользуемся соцсетями, но они уж тут нас фильтруют настолько, насколько им совесть позволяет. — Если на вас нашло это видео, скорее всего, почему-то Google, Facebook, YouTube, Twitter и прочее решили его не трогать. Почему решили не трогать? Сразу же начинает вызывать некое удивление. — Добрый день, пожалуйста, в эфире. — Добрый день, это опять я, вот, Леон, вы вот сказали, что мы смотрим, что нам хочется. Нет, вот это Саня во Флориде, он не просто так заявляет. Он говорит, откройте вот этот официальный сайт. Это как материальный, не как материальный, а как, ну, это сайт, да. — Мы поняли. Спасибо. Я ни в коем случае не хотел вас обидеть за дети или что-то еще такое. Я к тому это говорю, что вы на сайт залезали на этот официальный, я нет. Потом, откуда я знаю этот сайт официальный или его для шутки создали двое молодых людей, 14-летних, для того, чтобы нас дурить. Я пока не знаю этого, мне нужно это проверять. — Вот, к сожалению, из-за того, что очень много людей, которые пытаются нам вешать лапшу на уши, обманывать нас и т.д., к сожалению, надо тратить время для того, чтобы понимать, это утка или это просто человек, который что-то не очень точно понял и хороший человек, но говорит не совсем то. — Я понял вас, я понимаю. Я не знаю. Поэтому я абсолютно верю, что вы это видели. Абсолютно верю, что он это показывал. Я просто не понимаю, если он это знает, каким образом он не знает командодрам. — Это уже в суде тоже. Потому что он опирается на официальный SSI. — Ну, блин, очень хорошо, прекрасно в суде. То есть наша подсказка не нужна. Вы поняли. Спасибо. — Ну, просто я хотел вас в комментариях. Если это правда, так это просто дорога в тюрьму для тех, кто это делает. — Ну, на самом деле, мертвые души всегда были в списках голосующих. Это не сегодня появилось. Традиция этому была заложена еще в 60-е, когда Никсон и Кеннеди избирались. — И до сих пор как бы в тюрьме за это еще никто не оказался, к сожалению. Это такая старая добрая демократическая традиция. Все люди, которые... — В Чикаго, по-моему, просто голосуют из кладбища. Вот их переписывают и потом рассылают им письма. Они приходят на кладбище. На кладбище люди встают из могил, заполняют, их подписывают, вложатся обратно в могилы. А письма идут в избирательные пункты. — Единственное, я помню какого-то студента, который как раз мертвецов там регистрировал. Вот против него было возбуждено дело. Я не знаю, чем оно закончилось. Молодой парень, студент, активист. — Бегало одно время такое забавное видео. Девушка, которую снимал блогер, познакомившись с ней в магазине, она там рассказывала смешную историю о том, что пришло ей и ее собаке бюллетень. — Ну, она посмеялась и в день выборов пошла голосовать и принесла бюллетень своей собаке и говорит, ну, проверьте, вот этот человек уже проголосовал или надо это самое? Ей проверили, говорит, да, проголосовал. Она говорит, это моя собака. — А ей говорят, не знаю, он уже проголосовал следующий. — Вот так. — Да, так что, так сказать, много чего смешного происходило. Собака. — Добрый день. — А номер там, номер стоял, а это не просто собака, это которая для слепых, для того, для сего. То есть она имеет номер тоже, который там чем-то отдаленно напоминает social security. Вот этот номер там стоит. — Я хочу задать вопрос. Пожалуйста, скажите, я могу это сделать? — Да, пожалуйста. — При подсчете голосов поданных избирательной комиссии, поданных избирательная счетная комиссия жульничала, тасовала бюллетни, перекидывая их с одного места к другому, с одного претендента к другому. — Почему им не отказывают в ихнем праве на вообще участие в голосовании, а пересчитывая голоса? — У нас есть пример. На любом суде, если добытая информация на какого-то убийцу, пример, на какого-то убийцу, значит, нашли какие-то материалы, но эти материалы добыты незаконно, путем незаконного подслушивания, фотографирования без разрешения прокурора. — Эти документы не принимаются на суде. Вот, допустим, футболист О.Джей Симпсон. Вот вам пример. Пожалуйста, ответьте мне. — Я не очень понял, честно говоря, на что отвечать. Я думаю, что ни пойман, ни вор. Потому что вы говорите о том, что вот они что-то делали, а мы знаем об этом. Нет, если мы знаем об этом, то тогда это подается в суд. А если мы думаем, что знаем, подозреваем, что знаем, уверены, что знаем, это все равно еще не знаем. Поэтому то, что нельзя пришить к делу, оно является доказательством и всегда легче украсть, чем доказать, что человек украл. — И потом сложность заключается в том, что в каждом штате есть свои собственные законы, имеющие, ну, определяющие порядок проведения выборов. В одном штате там, скажем, если разница меньше, чем один процент или один процент автоматически включает согласование. В другом штате там полпроцента, в третьем штате одна десятая процента. То есть вот таких примеров очень много. И то, что доказать, чтобы суд принял к рассмотрению, даже если факты имеются вот они налицо, скажем, в суде сидят тоже люди политически мотивированные. И ведь то, о чем сейчас происходит спор, на самом деле это штаты, в которых контролируется губернатор, скажем, демократ, секретарь оф стейт, демократ, в Верховном... — В 40 лет они там только демократы, больше никого. — Да, в Верховном суде сидят тоже демократы. И поэтому вы посмотрите, что произошло в Пенсильвании. Скажем, губернатор решил, что необходимо продлить время подсчета голосов. Законодатели, поскольку они республиканцы, все-таки контролируют законодательный орган, они отказали губернатору в этом. Губернатор обратился в Верховный суд штата. В Верховный суд штата разрешил на три дня продлить подсчет голосов. Он не мог этого делать по определению. Правда, у меня тут есть знакомый, один юрист говорит, это Верховный суд таким образом трактовал закон. То есть закон однозначно запрещает и говорит, что бюллетени должны быть поданы и посчитаны вот в такой-то день. А Верховный суд сказал, не-не-не, на три дня продлим. А секретарь оф стейт на два дня продлила прием голосов. Это так Верховный суд якобы трактовал. Это не трактовка закона, это просто судейский активизм. То есть сидели люди, облеченные законом, мантией в черной, и на скамье судей сидели и принимали свои собственные законы. Дальше я не знаю, насколько, если бы юридическая компания, которая занималась делом Трампа, не отказалась вести его дела, они должны были обратиться в Верховный суд с тем, чтобы опротестовать решение Верховного суда Пенсильвании. Это идет в нарушение, в нарушение с Конституцией, в нарушение с законом. Но вот, к сожалению, реальность такова. К сожалению, реальность такова. Ну, что, будем подводить итоги. Если можно, чуть-чуть оптимизма. Ну, смотрите, значит, в 20-м году, в 2000-м году, когда у нас проходили выборы Гор против Буша, газеты, журналы, телевидение и прочее все время называли Гора президент-элект. До 31 декабря, когда Верховный суд постановил, что он не является таковым. И президента Гора не было. Несмотря на то, что до 31 декабря все средства массовой информации, лидеры из других государств, шли на поклон, писали, так сказать, письма, звонили. Я не знаю, что они еще делали в те времена. Точно не было твиттера. Но вот от 31 декабря он перестал быть, так сказать, стал бывшим вице-президентом. А президентом стал Буш. Так что, господа, несмотря на этот вой, крик, шум и тому подобное, нет у нас еще в стране того, кого мы называем президент-элект, то есть новый избранный президент. Просто нету, точка. Поэтому я не думаю, что надо, так сказать, входить в нервы. Ну, а кроме того, не дай бог, что называется, они придут в власти. Не дай бог, это ужасно, но это тоже не конец жизни. Я не готовлю вас, я просто говорю, что, так сказать, не нужно в такие нервы впадать. И у нас есть еще, с моей точки зрения, 4 года для того, чтобы попробовать повернуть эту штуку обратно. Будет ли Трамп, пойдет ли он на еще одни выборы, или будет кто-то другой. Там Круз или кто-то там еще, да. Никки Хелли, может кто-то выскочит. Но в любом случае идеология, которую мы все любим, а именно свободная страна, свободная торговля, законы, которые полиция, так сказать, ходит по нашим улицам. И полиция друг мне была. Она, так сказать, ну они останавливали меня, когда я там нарушал. Окей, хорошо, правильно. Я же нарушал, правильно, да. Вот. Ну там, так сказать, но на самом деле они меня защищали. Я хочу, чтобы полиция меня защищала. Я хочу, чтобы, когда я работаю, деньги оставались у меня дома или у моих детей. Они уходили, извиняюсь, бедным людям в Гватемале. Я очень сочувствую бедным людям в Гватемале. Но мой внук хочет поехать с мамой отдыхать. А мама вместо этого платит почти 50% своей зарплаты. У меня одна дочь с двумя детьми, так сказать, разведенная, да. Плачет 50% своей зарплаты почти на то, чтобы каким-то нелегальным эмигрантам что-то делали. Или делали Африку, посылали деньги там, или еще какие-то глупости. Строили какой-то поезд из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, который нам не нужен. Просто способ воровать деньги. Я хочу, чтобы оно все было так, как мы хотим. Мы строили это государство, мы приехали сюда. Нам оно понравилось, и мы начали жить в нем, и подстраиваться, и встроились в нем. И мы хотим жить в этой Америке. Спасибо. Спасибо огромное, Леон, и до встречи в следующий раз.